Маша Ду Вилшу! Ассаламу алейкум! Всем доброго времени суток! Кто со мной? Сегодня хочу снять рецепт. У меня грибы и шампиньоны подготовлены. Если любите шампиньоны, помыла, убрала ножку с грибов, поставила в духовке 15 минут под пергаментной бумагой на 200 градусов 15 минут продержала в духовке. Они были не до конца готовы. Потом они у меня пеклись прямо в этой форме. Эту форму потом поставила на плиту. Тогда, когда снимала с духовки эту форму, в этих грибочках был сок. Переворачиваете, чуть-чуть добавляете масло, когда вы жаете. Слегка переворачиваете и оставляете на плите, прожариваете, пока вот этот весь сок не испарится. Получается минут 20 грибы будут готовы. 15 в духовке, минут 5, может 10. Зависит от того, как быстро вы будете выпекать их. Вот так вот подготавливаем эти шляпки шампиньонов. Их будем начинять. Что у меня для начинки? Рис отварной. Также вот эти шляпочки, которые были у нас от грибов сняты, промыли, с маслом пропассировали их. Я в этот рис добавила чуть-чуть сахарозаменителя. Вы можете слегка по вкусу сахар добавить, если вы можете есть сахар. И я добавила столовую ложку яблочного уксуса в этот рис. Можете добавлять, можете не добавлять. Соль по вкусу. Что бы я хотела еще туда добавить. Для цвета я бы хотела отправить куркуму к ним и перемешать, чтобы был красивый цвет. Слегка вот рис я отваривала в соленой воде. Сейчас подостыл он у меня. Ну конечно вкуснее всего будет, когда горячее подается это блюдо. Заранее приготовили грибы. Начинку можно подготовить перед тем, как вы будете начинять вот это все. Это у меня первая начинка будет. Вы можете поделить. Смотрите, слегка нужно подогреть, потому что рис остыл. Вторая начинка для грибов, что у меня будет. Это готовый нут в собственном соку. Приготовим хумус из нее. Это паста. Вы можете готовую. Я не нашла вчера в сети маркете. У нас не нашла готовый хумус. Можно и готовую баночку взять. Ее не нужно много. Туда добавляем, если соли будет мало, в конце можно соль приправить по вкусу. Лимонный сок чуть-чуть. Заправлять я буду хумус. Я буду заправлять вот кто в Финляндии. В сети маркете есть гуру майонез. Тут входит лук, имбирь и острый перец. Но он не такой острый. Я буду вот именно этим майонезом приправлять делать вкус этого хумуса. В этой пачке самого нута 230 грамм. В этой упаковке вместе с этим соком 380 грамм. 200 грамм. Ну, пачечка 200-250 грамм. Сколько у вас будет. Чтобы блендер пробил, я добавлю сюда вот этот майонез. Вы можете сметану добавить. Можете обычный простой майонез добавить. Можете просто соком, с любым маслом, оливковым или рапсовым. Добавляя приправу по вкусу, перебить вот в блендере. Главное, чтобы нут сейчас перебился. Я сперва столовую ложку добавлю майонеза. А если не перебьется, будет вторая ложка. Столовая ложка майонеза. Также вы можете добавить вместо майонеза, если майонез не используете или не хотите. Для разнообразия можете авокадо отправить отдельно, разделив на две части хумус. Один хумус у вас будет с авокадо, другой будет уже такой желтенький. Даст и цвет, и даст свой вкус авокадо. Так, хумус я перебила. Вот нут наш перебит. Получается хумус. Паста такая. Вот так вот. Как я сказала, сейчас я не буду сюда отдельно делать. Вы можете добавить, сделать начинки. Вот этот хумус поделить на две части. Добавить авокадо, как я сказала, будет зеленый цвет. Можете начинять с рисом. Можете начинять без риса. Например, такой, знаете, пикантный вкус будет. Можете кусочки мелко порезать. Добавить ананас. Начинить сначала грибы, например, ананасом. Потом пойдет у нас наша вот эта начинка. Наша паста. Авокадо я сейчас не буду перебивать. Поэтому смотрите, делайте по своему вкусу. Девочки, сервируем так, какая у нас есть посуда. Как вы хотите. Идет сервировка. Как я сказала, грибы подсолены должны быть. Вкус должен быть. Сначала идет начинка у нас. Грибы вместе с рисом. Вместе с рисом, с ножками, с луком. Вот такая вот начинка у нас будет. Если будут грибы большие, это будет более лучше. Я такие средние грибы только нашла. Вот так вот начиняем. Это у нас одна начинка получается. Смотрите. Также кружочки моцарелла. Вы можете моцарелла расплавить. Я не буду расплавлять его. А вот так же отправляю этот хумус. Вот прямо на это сыр моцарелла. Вкус должен быть поперченный. Лимон по своему вкусу подготовленный должен быть хумус. Вот так вот начиняйте этим хумусом. Если с авокадо перебьете, то у вас получится три разных вкуса. Я, как сказала, я не буду это с авокадо перебивать. Вы можете в хумус тоже добавить, например, низ положить курочку. Копченую или вареную. Или же ананас. Вкус можно менять. Но я примерно сегодня три типа для вас показала. С авокадо хумус. С рисом с грибами хумус. Украшаем по своему желанию. Мини моцареллки можно туда. Оливки черные, зеленые можно украсить. Вот как вам хочется. Кедровые орешки у меня здесь. Что еще сверху, девочки? На хумус что я посоветую? Лук, который прожарен. Он готовый бывает. Нужно сверху посыпать, что у нас с хумусом, луком вот этим. Пропеченный он такой сухой. Как по-русски называется, я не знаю. Именно к хумусу. Потому что хумус сам по себе. Он такой мягкий. Вкус у него. Вот так вот украшаете с ручком. Вот такая вот идея. Если вам понравилось, оставьте свой отзыв. Как я сказала, если грибы будут большие по размеру, то побольше риса у вас туда уйдет. Вот вы можете утрамбовать. Рис должен быть при подаче подготовленный, свежий, нежесткий, мягкий. Чтобы было приятно его есть. Вот так вот. Готовьте. Кто ужинает. Всем приятного аппетита. Всем доброго времени суток. Саламу алейкум. Барагантуллах. Ва баракатху.